Ну что, мы этого так долго ждали, и этот момент наступил в Брукхейвен обновление, и еще какое, потому что тут столько будет тайн, просто обалдеть. Ну что, мы сейчас, я сейчас зашла в игру, мы на самой главной странице, где как раз написано, что вышло обновление, какие штуки добавили, типа вот новый РП-сет, но мне на самом деле это все неинтересно, потому что вы прекрасно знаете, что меня интересует только охота на agency, а значит новые секреты, которые нас ждут. На самом деле секретов вышло очень много, еще не про все я знаю, знаю только про совсем немного секретов, буквально так парочку-троечку секретов, но я думаю, что со временем мы обязательно их все найдем, ребят, если вы нашли уже какие-то секреты, обязательно скидывайте мне в инстаграм, либо пишите в комментариях под этим видео, какие секреты вы нашли, я все читаю, и если я увижу какие-то секреты, которые появились новые, и я про них еще не снимала, то я просто с радостью приму вашу помощь и сниму видео про новые секреты. Так, ну а пока что, а пока что мы выбираем новый дом, да, у нас появился новый крутой дом, кстати, дом реально очень клевый. Ну что, мы заходим, и где он? И вот он, вот он, и уже отсюда видно, что это просто не дом, а какой-то ботанический сад, столько растений, и мне кажется, что все это не просто так, потому что, как я понимаю, дела агентства связаны как-то с космосом, связаны как-то с какими-то природными явлениями, да, и думаю, что этот дом, где просто все в растениях, тоже как-то связан с агентством. Давайте посмотрим, что скрывает этот дом, обязательно покажу вам его секреты, ну и посмотрим вообще, что это за дом и что здесь есть. Так, на самом деле дом очень красивый, да, я очень люблю растения, и считаю, что дом прям очень классный. То есть, так, здесь у нас, я так понимаю, озеро, точнее, как сказать, такой прудик. Это, я так понимаю, у нас две какие-то грядки. Давайте посмотрим, тут у нас просто все в растениях. На самом деле сделали очень классно. О, тут есть еще один прудик. Обязательно пишите в комментарии, как вам этот дом, если вы его еще не смотрели, обязательно заходите, посмотрите, и расскажите, как вам новый интерьер и новый дом. Так, ну давайте для начала поднимемся наверх. Так, что у нас здесь? Ага, у нас здесь кухня. Дом, как всегда, панорамный, все в стиле Брукхейвен, да, то есть здесь в основном все дома вот такие вот панорамные. Стоит камин, достаточно большая и просторная кухня, что очень круто. Микроволновка, ну, в общем, все как на обычной кухне. Мне очень нравится вот этот вот стол, да, в него пристроена раковина, классно. Здесь можно готовить сразу, то есть это очень удобно. И сразу можно здесь кушать, но плюс к этому ко всему, здесь есть еще и обеденный стол. Кухня достаточно просторная, и, в принципе, места очень много. Сразу здесь диванчик можно отдохнуть. Так, поднимемся давайте на второй этаж. Сколько их здесь вообще этажей? Два, да, два этажа. Что у нас вот здесь вот? А, нет, даже не два, даже как три, там выход походу на крышу есть. У нас, как и в пентхаусе, у нас есть вот эти вот прозрачные потолки. Так, заходим в туалет. О, здесь, кстати, тоже прозрачные полы. То есть здесь все прекрасно видно. Круто. Ничего не скажешь. Очень-очень круто. На самом деле вот эта задумка с прозрачными полами очень прикольная. Мне она очень нравится. И вот, повторюсь, что вот в новом, когда было обновление на новые квартиры, апартаменты, в новом бентхаусе тоже были вот такие вот потолки. Из крыши можно было посмотреть, что происходит внизу в доме. Ну, а здесь, так как здесь несколько этажей, здесь такие вот прозрачные полы сделаны на втором этаже. То есть можно посмотреть все, что, типа, на первом происходит. Так, здесь у нас двуспальная кровать, я так понимаю, это комната для взрослых, для родителей. Очень классно сделано. Ага, то есть этот дом, как будто здесь нет стен или что? Я... Да, тут нет стен. То есть, в смысле, это просто дом на природе? Ты как бы спишь на природе? Ну, реально, посмотрите, ребят, тут нет стен. Или есть? Есть, есть, все, они прозрачные. Но я постоянно сваливаюсь на первый этаж. Все, я поняла, стены здесь прозрачные. Ну, то есть здесь стекла. Сделано очень круто, потому что нет вот этих вот швов, швов. Они только по бокам. И здесь как будто вообще ничего нет. То есть просто как будто ты реально спишь на открытом воздухе. Ну, давайте поднимемся дальше наверх. Здесь... Ага, здесь у нас двухэтажная кровать. Я так понимаю, это что-то типа детской. И самое, что интересное, дом у нас стоит на солнечных панелях. То есть электричество поступает в дом от солнечных вот таких вот панелей. Да, прикольно. На самом деле, я так понимаю, что этот дом достаточно, в первую очередь, экологичный. Потому что если, ну, если есть уже солнечные панели, да, за счет чего поступает электроэнергия в дом, то этот дом уже экологичный. Плюс вот такая вот тематика с растениями, что он вот такой вот весь природный. Это уже говорит о том, что дом достаточно действительно экологичный, что-то связано с экологией, да. Ну что, мы посмотрели первый и второй этаж. Здесь, кстати, я на что обратила внимание, здесь нет гостиной. То есть здесь есть вот этот диванчик, где можно посидеть, да, но он тоже на кухне. Камин, ну, как бы вот как таково, как гостиной здесь, я так понимаю, нет. Да, вот я сейчас еще раз поднимусь сюда, на второй этаж. И вот здесь большой телевизор, но, например, вот внизу его нет, да. Как я понимаю, здесь просто идет как первая кухня, небольшая лаунж-зона и на втором этаже уже спальня у нас. Так, но это еще не все. Мы спускаемся вниз. Так, и здесь у нас есть вот такой вот, ну, что-то типа подвальчика. И здесь, на самом деле, вот эта комната уже похожа на какую-то лабораторию. Это не просто экологичный дом, где весь вход в растениях и у нас солнечные панели. И все, а здесь реально какая-то лаборатория, где, я так понимаю, проводятся какие-то эксперименты, может быть, над растениями. Все это, я думаю, что связано как-то с агентством, в любом случае связано. Также у нас здесь растения в прозрачных таких кубах. Две какие-то камеры, да, с трубами. Честно, даже не представляю, что это может быть. Может быть, сюда помещают цветы или хрен его знает, да. То есть у нас, о, леечку можно взять, можно цветочки поливать. Поняла. Но все это, как вы видите, да, это не просто какой-то еще один сад. Это действительно какая-то лаборатория, где проводят эксперименты над цветами. И я думаю, что за всем этим стоит agency в любом случае. Тут мы заходим, у нас, ага, у нас здесь просто гараж. Мне кажется, наступило время секретиков этого дома. Как вы думаете, где спрятан секрет? Я бы не подумала ни за что, но он спрятан здесь, в этом пруду, в этом озере. Так, для того, чтобы нам попасть вниз, нам нужно стать мелкими. Мы уменьшаемся. Так, мы уменьшились, мы маленькие. Мы ныряем вот сразу от входа. С левой стороны мы ныряем в пруд. И вот здесь вот, ага, видите, мы прошли. Еще раз показываю. Вот у нас вход в дом. Левая сторона, мы ныряем в пруд. И вот здесь вот у нас вход. Так, что это может быть? Если так посмотреть, да, это просто какое-то, просто какое-то место, да, тоже с растениями. Просто какое-то, даже не место, а просто какой-то коридор, да, какой-то потайной коридор, который просто связан с растениями, да. Здесь ничего такого нет, но не тут-то было. Сейчас мы идем по стеночке, я точно не помню где, я шла по стеночке, где-то здесь. Ага, вот, я провалилась. Еще один потайной коридор, но уже с водой. Посмотрите, то есть он вот такой длинный, тут идут растения также. И вот я сюда проваливаюсь, и как вы думаете, что я сейчас увижу, сразу повернув за угол? Сейф! Я просто, честно, это у меня разочарование, потому что я думала, что здесь я увижу что-то, может быть, какую-то потайную комнату, связанную с агентством или еще чем-то. Но я увидела просто сейф. Это просто разочарование, капец какое разочарование, поэтому я уплываю и скорее бегу показывать вам новый секрет. Еще один. Так, для того, чтобы показать вам еще один секрет, я сейчас бегу в полицию. Как вы думаете, для чего? А бегу я в полицию сейчас для того, чтобы взять ключ-карту. Мы все прекрасно знаем этот секрет, эту вентиляционную шахту в первой камере, да, и там секретную комнату, которая есть в темноте, и там находится ключ-карта. Так, ну что, ключ-карту я уже взяла, и сейчас, сейчас, сейчас мы направляемся с вами в больницу. Так, я сейчас чуть-чуть ускорюсь, и сейчас вы увидите, я на самом деле, вот с этого я офигела, потому что в новом доме меня немножко разочаровал секрет. Так, мы делаем все как обычно, да, нажимаем на эту кнопку. Так, ребята, и что же мы видим? Мы видим здесь надпись, на которой написано, на которой написано Room Activated, то есть комната активирована. Что это значит? Я, если честно, не понимаю, но смотрите, когда мы спускаемся вот сюда, смотрите, что мы здесь находим. В общем, я переведу вам дословно, здесь вообще переводится так, что ищи какой-то холм, да, и у его подножия найди грязь, которая была там чем-то заполнена или что-то такое. Но меня интересуют даже не то, что эти слова, меня интересуют здесь фотографии. Кто этот человек? Я вообще не знаю. Посмотрите, видно его очень-очень плохо, он очень размыт и вообще непонятно, кто он такой. На самом деле, мне очень интересно, то есть этот человек либо как-то связан с агентством, либо, мне кажется, может быть, он как-то пострадал от агентства. Ну, если честно, очень интересно, ребят, пишите обязательно ваши догадки в комментарии под этим видео. Ждите, я обязательно выпущу новые видео с новыми секретками, потому что это не все секретки, которые выпустило новое обновление. Продолжение следует...